Кенер Митсва. Заповедь, она как свеча. А Тора, Тора, это свет. В Тора Ор, Ведеры Хаим, путь жизни, путь к вечной жизни, путь жизни, Тохахот Мусар, это нравственные увечевания. Нравственные увечевания, и в жизни оно так и бывает, что Для того, чтобы выйти к жизни, нужно, как, есть шутка такая, Но она вообще неправильная, это антитроническая шутка, Просто показать, насколько внешний мир придумывает такие идеи, Ведь царь Соломон передает божественную мудрость, и мы изучаем божественную мудрость. А сидят в это время разные люди, причем достаточно умные, У них голова работает, журналисты разные, писатели. И вот, значит, кто-то из них сказал такую вещь. Конечно, можно прожить, говорит, до 120 лет, Но, говорит, для этого надо отказаться от всего, ради чего стоит жить 120 лет. Ну, то есть, от всех вредных привычек. Как будто бы смысл в этом жизни, вот это высказывание, да, человек хотел сказать. Или есть, например, тоже такое, как анекдот. Вот голова так работает, что всплывают разные вещи, и не всегда надо их говорить. Это мы как раз вчера начали изучать пятую главу. И в пятой главе написано, что пусть не спешит твой рот и твое сердце, Пусть не спешит говорить слова перед Богом. Это мы начали вот уже изучать в пятой главе. Дальше написано, пусть будут твои слова немногочисленные, Особенно перед Богом. Все, что ты говоришь, оно... Но все, что ты говоришь и делаешь, Все, что ты говоришь и делаешь, я забыл о чте, Поэтому мне будет неудобно читать комментарии сегодня, Поэтому я на комментарии не буду сегодня сильно реагировать. Когда ты начинаешь взаимодействовать с Богом, Молиться, разговаривать, Вообще вводишь Бога в свою модель мира, А у человека есть его как бы главный инструмент творения, Это его речь. И когда человек, вот было, например, Маугли, да, Его научили, что Бога нет. И вот он, значит, ему там говорили с детства, Бога нет, мы обезьяны. Он говорит, ну хорошо, мы обезьяны, так мы обезьяны, значит. Развитые, развитые. А чем заниматься? Значит, клинч пионера, всегда будь готов. То есть в жизни занимайся тем, что всегда будь готов. Запомнил? Запомнил. Все. Клинч пионера, всегда будь готов. И вот он готов, готов, готов. Потом он в какое-то время там, бах, услышал где-то в интернете, Увидел Роти Торы, Вайкра, И вдруг он понял, что фамилия у него там Абрамович или Динсбург, Не просто так. Или там, вообще ему интересно, А почему вообще вот еврейский народ, народ Израиля, Вот такой маленький народ, А столько вообще про него говорят, Столько он делает. Что за интересная такая вещь? И человек, он начинает интересоваться, И в какой-то момент он говорит себе, Я не обезьяна, Я вообще божественная душа, И я часть Всевышнего, И Бог меня сотворил по своему образу и подобию, И я, значит, Бог творец, И я творец, И я своими словами, Бог десятью речениями сотворил мир, А я своими речениями творю свою жизнь. О! И как только человек это сказал, У него как бы открылся модуль, Как будто бы его подключили к искусственному интеллекту, Ну, вот просто такое сравнение, Или к интернету его подключили. И он такой становится, Ничего себе! Значит, это получается, Я могу своими словами сотворять реальность, Свою, как минимум, Да, свое настроение, Свой подход к жизни, Свои убеждения, решения. Это я творец? Да, ты творец. И в этот момент, Вот тут как раз говорит царь Соломон, Кстати, вы знаете, Что вот это вот выражение известное, Абра-кадабра, Которое говорили мади. Абра-кадабра с армейского языка переводится, Сотворю, как скажу. Абра, это я сотворю, А кедабра, лидабер, это разговаривать. Как я скажу, Это на армейском языке, Вот такая вот, И мы с вами, вот, Человек говорит, Все, значит, пойду попью кофе. Как сотворю, как скажу. То есть, оп, пошел, попил кофе. Получается, он взял свою идею, Сказал ее себе или вслух, Оп, у него уже кофе в руке. Понимаете, как работает? Потом другой человек говорит, А я, говорит, хочу, Там, я не знаю, Стать ультрамарафонцем. И стану. Вот ему идея пришла, Он сотворю, как скажу. Третье говорит, А я хочу стать евреем, например. Баф, прошел дьюр, Стал евреем. Четвертый говорит, А я хочу стать женщиной. Ему говорят, Ты что вообще, Ты не туда заехал? Он говорит, А чего ты не туда заехал? Я могу стать, Почему нет? Оп, пошел, значит, К врачу, Сделал операцию, Не дай бог. И говорит, А я женщина. А ему второй говорит, Нет, говорит, Ты не женщина. Ты мужчина с отрезанным, Значит, органом. Все. Он говорит, Нет, я женщина. Он говорит, В твоей, как бы, Модели мира, В твоей мифологии, Ты женщина. А в моей, Так как я знаю, Что ты родился мужчиной, Ты мужчиной остался, Просто тебе чуть-чуть, Одну часть тела подобрезали, И все, Ты был такой, Остался. Все. И тут нам, Он говорит, Не спеши, Говорит, В испуде, Особенно, Когда человек в испуде, В стрессе, И когда он, В негативных разных ситуациях, Не спеши, Говорит, Говорит перед богом, Потому что бог на небе, Ты на земле, И пусть будут твои слова, Немногочисленные. Мы это уже разобрали. Когда приходит сон, Во сне есть много аспектов разных, Одно за другой, Это тисны, Снятся вообще непонятные, Надо записывать в сайте, На чате одно время записывал, Интереснее, Чем любые сериалы, Тисны сняться, Думаешь вообще откуда. Он говорит, Так вот точно так же, Коль ксиль, Коль голос дурака, В нем много, Много тоже несвязанных аспектов, Такие ассоциативные. Как у вас дела? Да у нас дела, Как у нас дела? В Гондурасе, В Гондурас, В Никарагуа, В Никарагуа, У нас вот картошка подорожала. И так вот у человека, Слово за слово, И он может не марафонцам, Стать не, А может мне то нет, Я хочу то нет, А то тоже нет. И вот так вот, Человек, Который не осознает силу своего, Творения, Силу своих слов, Его вот так вот по жизни, И расплющивает, И он так, Не может ни за что зацепиться. Это как сон, Он живет как во сне. Дальше говорит Сапсалон, Когда возьмешь Недр, Обед перед Богом, Не опаздывая, Чтобы его заплатить, Да, Вы платите это, Потому что, Нету желания, У Бога, На вот этих вот дураков, И то, Что ты сказал, Плати. Значит, Здесь, Что имеется ввиду, Я вот такую слышал фразу, Очень интересную, Что Недр перед Богом, Это как дать подарок человеку. В чем здесь сходство? Почему обед перед Богом? Обеды касаются только взаимоотношений человека с Богом. Выполнение заповедей, Давание благотворительности и так далее. Это обед. Причем, Если человек говорит, Я Богу обещаю, Что вот эта вещь, Например, Она становится для меня как, Там, Жертвоприношение, И, Если, Получается, Он ее сделал для себя запрещенным, Потом, Если он ее употребляет, Он как будто бы реально нарушает заповедь Торы, То есть, Это огромная сила дана человеку, И вот именно вот в этом аспекте обед, Это как бы его, Не обед, А обед, Обеды, Да, Тоже, Т в конце, Т, Не обед, А обед, Значит, Как обещание такое, Вот когда человек перед Богом обещает, Это сразу же становится реальностью, То есть, Вот смотрите, В чем это похоже на подарок человеку? Вот, Например, Яков Шатадин, Он говорит, Я хочу подарить 100 долларов Дамиру партнеру, Сказал он это, Ну, Проходит время, Дамир говорит, А где мои 100 долларов? Яков говорит, Ну, Я уже не хочу подарить тебе 100 долларов, Я вот в тот момент, Когда, Вот, Сказал это, Я хотел, А так, Я не хочу, В этом случае, Хотя, Яков, Яков, Может, Он поступил не очень красиво со стороны Дамир партнера, Но, Он не нарушил ничего, То есть, Он, Деньги-то у него еще были в кармане, Представьте, Другую ситуацию, Он дает Дамиру партнеру 100 долларов, Говорит, Я тебе дарю 100 долларов, Вот твои 100 долларов, Я тебе дарю, Все, Дамир партнер берет 100 долларов, Потом, Яков к нему приходит через день, И говорит, Ты знаешь, Я передумал тебе дарить 100 долларов, Отдавай обратно, Дамир говорит, Нет, Говорит, Подарьте, Не отдарьте, Ты уже мне подарил, Они уже мои, Эти 100 долларов, Они уже мне принадлежат, Я тебе их обратно не отдам, То есть, Подарок, Нельзя сказать, Обратно отдай мне подарок, Это уже его подарок, Это уже его 100 долларов, С Богом, Если человек говорит Богу, Я обещаю делать то-то, То-то, То в этот момент, Когда он сказал, Это как будто бы он уже отдал Богу, Да, То есть, Все, Это недар вот так работает, Все, Оно уже на небе стало реальностью, Он говорит, Я тебе обещаю то-то, То-то, А прошу от тебя то-то, То-то, Все, Процесс пошел, Включилось, Дальше, Если он уже этот недар свой не выполняет, То это уже он вступает в очень серьезные последствия, Он себе создал очень тяжелые последствия, Поэтому, С этим нужно быть осторожным, Всегда говорить, Блин, Недар, Без обета, То есть, Все, Что касается вземного, В отношении с Богом, Обязательно нужно добавлять без обета, Это не обет, Это не мое обещание, Это мое может быть намерение, Я бы хотел, Блин, Недар, Если получится добавлять, Может быть, То есть, Быть вот очень осторожным в словах, Это то, Что нам советует царь Самон, Почему он говорит, Почему он говорит, Не давай своему рту повести в грех твое тело, Дословно если перевести, Твою плоть, То есть, Человек он пообещал Всевышнему, Потом не сделал, Потом, Дальше он пишет, Соломон, Что потом, Не говори потом перед ангелом, Ангел это как сила программа, Которая идет дальше реализовывать божественную волю, Не говори потом перед ангелом, Что я типа не подумал, Неосознанно я пообещал, Не знал я, Зачем ты гневаешь Бога, Чтобы он гневался на твой голос, Откуда мы знаем первый раз истории обет, Это Яков, Когда на него напал, Значит, Напал на него Эйсаб, Хотел его убить, Его родной брат хотел его убить, То Яков, Значит, Он ушел, Его родители послали жениться, В семью его мамы, Значит, В Междуречье, В Иран он пошел, Пошел он в Иран, Значит, Идет он в Иран, И его догоняет внук, Сын его брата, Которого брат послал его убить, Элифас, Яков говорит, Скажет, Слушай, Считай, Что ты меня убил, Все, Вот тебе вся моя одежда, Все, Что у меня есть, Забирай, Я иду в реку, Встал в реку, Вот так вот он, Голый, Пошел, Говорит, Все, У меня ничего нет, Бедный, Как мертвый, Я уже отсюда, Считай, Не вылезу, Считай, Что ты меня убил, Кинул в реку, Тот говорит, Ладно, Забрал все его имущество, Вещи, Все, Пришел, Отдал папе, Говорит, Я его убил, Значит, Яков в это время, Он остался один, И он взял обед перед Богом, И это известное есть место, Бейтель, Я когда-то там ездил, Фотографируем, Ну, Видео снимал, Такое камень, На котором он спал, Недалеко от Русалима, Это 30 минут, Место называется, Бейтель, Дом Бога, И он остался там ночевать, Ночью ему снился, Лестница в небо, Ангелы поднимаются, Ангелы опускаются, Ангелы, Которые поднимаются, Это слова и поступки человека, Ангелы, Которые опускаются, Это последствия этих слов и поступков, Это то, Что на Востоке называют карма, А мы знаем, Что это ангелы, Мы просто называем вот эти силы, Которые, Которые, Ну, Силы, Да, То есть, Программы такие, Это ангелы, И вот они опускаются, И здесь царь Самон говорит, Не давай своему рту привести в грех свое мясо, Свою плоть, И не скажешь потом этому ангелу, когда приходят последствия и раздача, ой, я ошибся, это не меня надо было, проблемы это не мои были проблемы, а это проблемы другого. Ангел, он не ошибается. И, значит, царь Самон говорит, лучше не обещай перед Богом, а если уже обещал, лучше выполняй. С Яковом есть, у Санатора говорит, у него была одна очень интересная такая ситуация, да, очень интересная и поучительная. Он, значит, когда проснулся, он взял обед перед Богом и он сказал, если ты меня будешь охранять, сохранять, дашь мне пищу и одежду, и вернешь меня потом с миром в дом моих родителей, то десятину от всего, что ты будешь давать мне, то есть от того благополучия, от всего, что ты давать будешь мне, я буду, отдам тебе, и когда я вернусь, я здесь построю для тебя жертвенник, да, в Бетеле. Вернулся он через 22 года, 4 жены, 11 детей, да, в этот момент еще было 11 детей, когда он вернулся. Возвращается он 11 детей, и он, значит, возвращается, и он подошел к месту и сделал жертвенник не там, где пообещал в Бетеле, а он сделал жертвенник возле города Шхема. Он остановился возле города Шхема, сделал там жертвенник, принес жертвы в Богу, не там, где пообещал, всего лишь он пообещал там, а сделал в Шхеме. Я видел одно объяснение, что была там очень ужасная история, когда жители Шхема украли его дочку Дину, украли его дочку, и сын этого, мэра города этого, да, он ее изнасиловал, а потом хотел на ней жениться. И братья, ее братья Шимон и Леви, они, значит, вырезали всех этих преступников и забрали из плена свою сестру, из заложников забрали. Устная Тора говорит, а в чем причина все-таки, почему пострадал Яков, почему пострадал Дина, он был великий праведник, и, ну, должна быть, у всего есть какая-то причина. Первую причину приводят такую, что, когда он встретился со своим братом Эйсавом, который шел ему навстречу его убивать, но в итоге они помирились и расстались с миром, то Яков спрятал свою дочку, спрятал ее от Эйсава, чтобы он ее не увидел, потому что он боялся, что, возможно, Эйсав скажет, давай, значит, или я на ней женюсь, или, может, дети Эйсава на ней женятся. Как-то мы породнимся. И он, Яков не хотел, чтобы его святая дочка попала в, значит, в испорченное вот это вот окружение своего Эйсава, но он не подумал, это такое объяснение в стиле Хаббат, да, что она, наоборот, могла бы исправить Эйсава, что если бы Эйсав на ней женился, то она бы его исправила. Но он ее спрятал. И как бы на его уровне, на его случае, это ему вернулось тем, что ее потом украли вот эти вот плохие люди, и, значит, она пострадала. Но потом этих плохих людей, естественно, тоже каждый отвечает за свой поступок, поэтому они ее украли, значит, потом их убили. Второе было объяснение, почему это с ним произошло, потому что он не выполнил свой обет, потому что он обещал в Бетеле сделать жертвенник, а он сделал его в шхеме. И на уровне вот этого договора с Богом нужно держаться очень точно всех деталей, потому что Бог свою часть договора выполнил, он его сохранял, он ему дал большое богатство, он вернулся с огромными стадами, с одиннадцатью сыновьями, четырьмя женами. И он говорит Богу, я только с одним посохом я переходил в Ярден, когда шел туда, у меня ничего не было. А сейчас ты мне столько дал, и когда Исав на него шел, он молился. Боюсь я, что моих заслуг уже не хватит, чтобы спастись. И, может быть, моих заслуг хватит, и ты мне обещал, что ты меня сохранишь, но ты же мне не обещал тогда, что ты моих жен и детей сохранишь. И вот он, когда с Исавом встречался, он поэтому боялся чуть-чуть. Написано, он боялся, и было ему страшно, он боялся, и было ему страшно, что он боится, потому что, в принципе, человек его уровня, он не может сомневаться в доброте Всевышнего. Он должен во всем полагаться на Всевышнего. А когда он почувствовал страх, он испугался, потому что он не должен был чувствовать страх. В общем, это глубокая тема, а мы практически что говорим, не давай своему рту привести к греху свою плоть. И не говори потом перед Малахом, который пришел, ангел, который пришел с тебя спросить, ой, я ошибся там, извините. Зачем ты вызываешь гнев Всесильного своим голосом, и он Всесильный вынужден уничтожить твои дела? Масей Деха. Шестой отрывок. Он говорит, и все это происходит от многих халамот. Халамот это и сны, и мечты. И от многой суеты, и от многих слов. А он говорит, а что надо? Просто бойся Всесильного и все. Значит, как живет человек? Вот человек, например, живет, живет, живет. Мы уже из предыдущих глав знаем, что в основном все действия происходят из зависти. То есть человек где-то увидел, что у кого-то что-то есть, чего у него нет. И начал он мечтать, как 10 заповедь на скрижарях была, не вас желай. Начинает он мечтать, чтобы у него тоже это было. И вот у него появляется халам, такой сон, мечта. Это одно и то же слово на иврите. Как он спит и видит, что у него это будет, и он будет от этого счастливым. Дальше он начинает суетиться, начинает что-то делать, начинает говорить много слов, кого-то уговаривать, чтобы ему помогали, занимать деньги, попросить у Всевышнего. Он начинает очень много суеты для того, чтобы халам его, его сон стал реальностью. Как говорят, что dream come true. Чтобы его dream, халам от его, стали реальностью. Он не знает, будет ему хорошо или нет, но он очень много вкладывает туда и слов, и действий. В итоге он или не достигает, или достигает, но получается совсем не то, что ожидал. Или даже в третьем случае он получает то, что ожидал, но в следующий же момент ему хочется уже что-то другое. У него есть новый халам, потому что он все время видит, что есть у других, а у него, кажется, ему не додали. И это является основной причиной всех плохих событий, грехов в жизни человека, потому что он много хочет, как в детстве нас учили, мало получит. Оказывается, это правильно. Я вот лет 15 учил на всех тренингах, что это неправильно. Что много хочешь, я говорил, много получишь. А все-таки правы были родители, когда говорили, много хочешь, мало получишь. Чем больше ты хочешь, тем больше ты создаешь вот этих вот снов вокруг себя, большинство из которых остаются нереализованными. А те, которые ты хочешь реализовать, ты вкладывать должен в них очень много суеты и слов. А что делать? Дальше он пока продолжает нам еще показывать. Вначале он нам показывает, как бы, ситуацию и говорит нам еще такую вещь. Если ты видишь, что притесняют бедного, несправедливость такая, да, вокруг, выгезель мишпад и в суде грабеж. Если ты видишь, конкретно через суд грабят, забирают, то есть эти черные риэлторы, сволочи такие, да, которые у стариков и у всяких людей обездоленных забирают имущество, вывозят их в какие-то леса, выбрасывают, делают бомжами. Если ты увидишь такое, как притесняют бедных, если ты увидишь, что грабеж есть прямо в суде, потому что через суд иногда такие бестределы творятся, такие беззакония именно через суд. Вецедок тиреба медина. И ты увидишь, что нету справедливости в какой-то стране. Аль титма аль ахефец. Не удивляйся тому, что это происходит, что это же все в этом мире, это воля Бога. Не удивляйся, что вот это, ты скажешь, что это за Бог, где справедливость, где Бог вообще, как Он на это допускает. Царь Саамон нам говорит, мудрейший из людей, Он говорит, не удивляйся на желание Всевышнего. Ти гавоа маль гавоа шомер гуим алеем. Потому что высокий над высоким, и Он сохраняет свою высоту над всем. То есть мы видим очень маленькие детали. До этого тоже Он нам говорил, был такой момент, что нет человека, который видел бы весь мир от начала до конца. Мы всегда видим только кусочек мира, со своего ракурса, со своей точки зрения. И судить Бога о том, что Бог что-то делает несправедливым, это самое последнее дело. Это хуже, чем плевать против ветра, и хуже, чем биться головой об стену. Всевышний, Он милостив, справедлив, добр. Просто мы не видим всех аспектов. Мы не знаем, что будет через год с этой страной. Мы не знаем, что будет через год с этими судьями. Мы не знаем, что сейчас происходит с ними. Мы ничего не знаем, кроме маленького-маленького кусочка реальности, которую мы воспринимаем через пять органов чувств. А все остальное эволюбилим. Все остальное это домыслы, предположения, интерпретации, какие-то сон. То есть все люди живут во сне. И вот в этом сне цепсамон говорит, ни в коем случае, ни в коем случае не бери на себя функцию судить Всевышнего. Потому что, ну, ты не его судишь. Ты себя в этот момент судишь и закапываешь. Вейтрон эрец беколь и, он говорит, и преимущество у земли над всем, и мэлых лесаде наеват, и царь полю наеват, это порабощен, царь порабощен полю. Он говорит, что в, ну, этот отрывок, я со всех сторон его смотрю, все по-разному объясняют. То есть он очень, этот отрывок, в нем скрыто два прямо противоположных смысла зашифрованных. Значит, первый смысл зашифрован такой, что преимущество земли над всем, и царь, который думает, что он царь, да, царь это, ну, вот, правитель какой-то, он полю порабощен. Вот я, когда сейчас, кстати, готовится к изданию книга с моими комментариями, я там выбирал один комментарий, второй не приводил. Там я так написал, я даже провел небольшое исследование. Советский Союз почему распался, знаете? Потому что в Советском Союзе сельское хозяйство, например, было по эффективности в 10 раз ниже, чем сельское хозяйство в Германии. То есть в какой-то момент вся система, которая была построена на, на неправильных законах экономических, на неправильных законах человеческих, эта система рухнула, и она рухнула просто, был голод. Кто помнит перестройку, начался конкретный голод. И люди начали выходить на улицу, были пустые магазины, нечего было кушать, все. И когда стало нечего кушать, то тогда никакой правитель не может удержать народ, когда нечего кушать. То есть народ все равно от голода выходит на улицу и скидывает любого правителя. Теперь, значит, что здесь нам сказал царь Соломон? Что в этом мире все иллюзии, а не все мечты, иллюзии, сны и так далее, большие планы, они все разбиваются в один простой момент, когда нечего кушать. То есть человек должен строить свою жизнь, исходя из более простых показателей. И дальше он объясняет эту мысль и расширяет. Уэв Кэсэв, Лоис Ба Кэсэв, тот, кто любит серебро, деньги, он не насытится серебром. А тот, кто любит Умеоэв Бэамон, лотвуа, тот, кто любит какие-то большие, огромные проекты, у него не будет никакого реального прибытка, у него не будет. Гамзэ Эвэль, все это Эвэль, все это пар. Он говорит, не надо строить свою жизнь на иллюзиях. То есть строй свою жизнь, стой на земле. И дальше давайте, чтобы была вот эта мысль, не обрывать. Значит, чуть-чуть мы на две минуты задержимся. Бирбот Това Рабу Ахлея. Он говорит, человек, который создает большие бизнесы, который создает какие-то большие там предприятия и так далее. Чем больше у него имущества, Това, да, добра он создает, умножаются те, кто его съедают. Ума Тишерон Либалия. А что остается самому хозяину, тот, кто это все создает, вот всем этим миллиардерам, которые создают там огромные какие-то сети, там, в Фейсбуке, Гугле. Что ему реально остается? Ти им рэутэйнав. Только то, что он видел своими глазами, что у него все это было. В реальности человек не может съесть больше, чем 2-3 килограмма еды. Ему вредно есть больше. Он никак не может съесть больше. Он не может одеть на себя больше, чем одну, как бы, одежду. Он не может спать больше, чем на одной кровати. То есть все вот эти излишества, говорит царь Самон, они не приводят человека к счастью, а все это пустота и суета. Последним позитивным я сейчас заканчиваю. Мэтукашнат овет. Сладок сон работника. Овет это работник, который работает не излишней работы, это просто работник такой. Или немного он спал, или много. Мало он кушал, много он кушал. А сытость. Вы осовали ашир. А сытость богатому. И нена манехло лишон. Она не дает ему спать. Не дает ему спать. Мы это разберем завтра на следующем уроке. Дальше Царь Самон советует, как строить свою жизнь. Все, и заканчиваем мы позитивной такой нотой. Позитивная нота. Сегодня 16-й у нас совет из книги «Happiness». Это «Develop a white three short of okayness». Значит, что имеется в виду? Okayness, да. Okayness. Значит, есть люди, которые, что бы с ними ни происходило, они недовольны. Почему? Вот у меня был один клиент, он говорит, у меня шкала простая. Или идеально, или в мусорку. Так мы с ним познакомились. Я говорю, как живешь? Он говорит, плохо. У меня, говорит, все, я всем недоволен. Собой, людьми, жизнью, всем. А он в Форбсе. Он был в списке Форбсом при Балтите. И он, все, у него так ему плохо, что просто вообще. И он вынужден это плохо забивать. Был разными, ну, разными средствами искал. Потом нашел. Я ему говорю, смотри, одна из наших была от этих вот инструментов. Расширь шкалу okayness. Да, это что, окей. Я говорю, давай изменим просто твою шкалу. Вот по твоей шкале было или великолепно, или в мусорку. Десятка это великолепно, а девятка уже в мусорку. Я говорю, давай по-другому попробуем. Да, десятка это великолепно. А девятка что? Он говорит, ну, почти великолепно. Я говорю, отлично. А восьмерка? Он говорит, скоро будет великолепно. А семерка? Это там очень хорошо. А шестерка? Это хорошо. А, значит, пятерка там почти хорошо. А четверка? Скоро будет хорошо. А тройка? На пути к хорошему. А двойка? Он говорит, двойка это нормально. А единица что тогда? И оказалось, что единица это зона для роста. А вот это зона для роста. Все, у него жизнь изменилась. У него шкала окей стала прекрасной. Да, то есть у него прямо с единицы начинается все окей. Если человек говорит, нет, я так не хочу. Это что это, я буду занижать стандарты. Тоже я вам скажу, мне так, ну, я не жалею. Отлично, это зона для роста. Но я раньше жил в концепции, что надо все время повышать стандарты. То есть нужно все время обесценить то, что у тебя есть. И наделить ценностью то, чего у тебя нет. И бежать туда, сломя голову. Тогда у тебя больше сил туда бежать. И все. Теперь, значит, я понимаю, что это неправильно жить. Человек, который говорит, мне для счастья нужно. И начинает перечислять. Чтобы не пил, не курил. И цветы всегда носил. В дом зарплату отдавал. Тещу мамой называл. Был футбол равнодушен. И в компании не скушен. И к тому же, чтобы он и красив был. И умен. Еще, чтобы меня слушался. И все делал, как я хочу. У такой женщины нет шансов быть счастливой. Нет шансов выйти замуж. Понимаете идея? То есть, чем больше у человека принципов, правил, сносочек, доносочек. Что ему нужно для того, чтобы быть счастливым. Тем меньше у него шансов быть счастливым. Поэтому, слава Богу, дышим. Свет видим. Электричество есть. Вода есть. Все. Значит, и слава Богу, значит, уже счастливы. Все, что больше, это спасибо Всевышнему. Прыгать до потолка от радости. Радоваться и благодарить за каждую, за каждый нюанс, который есть в жизни. Все. Это путь к счастью. Потому что, ну, кроме как сам человек в своем сне, ему никто другой не обещал, что у него должно быть что-то другое. Поэтому легче управлять снами, своими, да, своими вот этими халамотами, мечтами, дримс, чем заставлять этот мир прогнуться под нас. А мир все равно не прогнется. Все равно нас скоро не будет, через там 80 лет, 100 лет. А мир как был, так и будет. Никуда он не прогнется. Поэтому не тратьте время, чтобы продебать мир. А лучше стремиться к тому, чтобы жить счастливой жизнью, радоваться, делать добро и, значит, духовно расти. Все, чего я всем нам желаю. И чтобы Всевышний нам дал для этого все возможности, чтобы мы вызывали на себя только добрых ангелов, хороших ангелов. Благополучия, здоровья, счастья всем, кто ходит на роте ВАИКРА, друзьям ВАИКРА, партнерам ВАИКРА, спонсорам ВАИКРА. Большого богатства, чтобы они продолжали помогать распространять ТОРУ. Все, до завтра. Счастливо. И подпишитесь обязательно на канал ВАИКРА, в Телеграме. Давайте как-то помогать, развивать. Пишите комментарии, делитесь уроками. Пожалуйста, подпишитесь на все каналы. И поставьте везде лайки, комментарии, спасибо. Это очень важно. И поделитесь вообще с тем можно, чтобы больше людей было на уроках. Каждое утро в 10 утра уже более 5 лет. Мой урок. И в течение дня у нас есть еще несколько уроков других лекторов, преподавателей. Все, спасибо огромной команде ВАИКРА, Яше Шатадину, Владу Косову, Грише Цибульскому. Спасибо всем, кто помогает создавать эти уроки. И до завтра.